здравствуйте друзья вы на канале возраст просто цифры будем делать с вами торт пьяная вишня который имеет несколько сложностей момент изготовления это друзья поехали торт пьяная вишня начинаем изготовление нашего торта с бисквита берем 330 грамм муки 2 стакана по 250 миллилитров который с горочкой 60 граммов какао порошка добавляем его в нашу муку и сюда же добавляем 16 грамм разрыхлителя теста плавненько аккуратно перемешиваем ложкой или лопаточкой кто как берем 6 из меня вот 5 яиц и одно яйцо у меня жена готовила вчера салат и случайно раздавил одно яйцо добавляем его суда развиваем их емкость добавляем сюда щепотку соли взбиваем миксером до небольших белых пиков в течение трех-четырех минут добавляем сюда 16 грамм ванильного сахара и 270 грамм сахара в полученную массу добавляем 150 грамм сливочного масла растопленного но чтобы она была у нас комнатной температуры ни в коем случае не горячие масло я беру 82 и 5 десятых процента жирности славно перемешиваем и в полученную массу добавляем еще 150 миллилитров молока 32 процента жирности молоко должно быть комнатной температуры не холодные перемешиваем добавляем сухую смесь которые с вами готовили заранее и с помощью миксера просто мы ее перемешаем до однородной массы наше бисквитное тесто готово для выпекания я заранее включил духовку на температуру 200 градусов пусть она мне пока греется выпекать буду в такой круглой форме я просто возьму кусочек сливочного масла смазанную форму просто выливаю тесто теперь ставим ее в духовку и будем выпекать при температуре 175 градусов в течение 45-50 минут верхний нижний тен без конвенции по ходу действия будем проверять шпажкой как у нас там наше тесто пока выпекается наш бисквит займемся приготовлением начинки нашего торта берем 750 грамм вишни без косточки у меня она замороженная я уже разморозил пересыпаем ее 200 граммами сахарного песка добавляем сюда коньяка у меня вот такой какой-то символ xo наливаем сюда две столовые ложки этого благороднейшего напитка перемешиваем ставим кастрюльку на небольшой огонь и доводим до кипения но не кипятим постоянно помешиваю чтобы у нас сахар не подгорел пошли первые у нас пузырьки снимаем его с огня теперь берем посуду сито и процеживаем через сито вишню сейчас отдельная ягода и отдельно сироп осудим до комнатной температуры пока мы с вами варили сироп испекся бисквит я сами его на два часа чтобы он полностью остыл займемся приготовлением крема отливаем от остывшего сиропа примерно 100 миллилитров пол стаканчика и убираем его в сторону берем посуду добавляем в нее 250 грамм сливочного масла комнатной температуры то есть мы заранее доставим из холодильника и она у нас мягкая податливая готовая взбить и взбиваем наше масло пару минут добавляем масло баночку сгущенного молока 370 400 грамм и взбиваем его вместе с маслом напомню сгущенное молоко у меня тоже комнатной температуры теперь вливаем нашу смесь 100 миллилитров вишневого сока также все перемешиваем так друзья крем мы с вами сделали самое главное что не надо долго взбивать надо чтобы вот такая была жидкая консистенция крем должен быть жидким теперь остывший наш бисквит будем разделывать на три части отрежем нижнюю часть попочку это может будет но нашего торта какая-то вороночка образовалась но мы ее обойдем сразу берем тортницу на котором будем собирать наш торт выкладываем днище берем наш сок и сразу сможем все одно нашего тортика теперь очень тоненьким слоем намазываем крем наши оставшиеся части срежем верхнюю шапочку убираем ее в сторону у нас получился с вами вот такой корж толщину где-то наверное три сантиметра мы где-то в толщиной один полтора сантиметра вырежем вот эту всю серединку этого коржа теперь это кольцо вытащим немножко ну порвалось это кольцо мы с вами ставим на днище основания теперь берем вишневый сок и аккуратненько пропитываем кольцо этим соком та часть которую мы вырезали мы аккуратненько нарежем вот такими дольками толщиной ну один полтора сантиметра и режем вот такими небольшими кубиками теперь друзья одну треть от этой кучи мы убираем в сторону две третьих оставшийся добавляем в наш крем и и сразу перемешиваем оставшуюся одну треть мы мелко измельчаем такой песочнообразной массы немножко взбрызнем нашу крошечку соком все это быстренько активно перемешаем всю эту смесь высыпаем в наш крем и полученную смесь аккуратно перемешиваем туда еще надо не забыть обязательно добавить вишню которую мы с вами осаживали и внутреннюю часть кольца заполняем вот этой вкуснящей массой разравниваем теперь шапочку мы ставим с вами на место перед тем как полить надо аккуратненько всю шапочку пробить мгновенно шпажка деревянной наделать дырочек чтобы хорошо сок впитывался в нашу поверхность смачиваем соком теперь сейчас его убираем в холод на два часа пусть он у нас пропитывается это друзья для окончательной готовки торта остались последние штрихи берем 70 грамм грецких орехов и измельчаем их до незначительных размеров чтобы можно было ими украсить торт берем металлическую кастрюлечку небольшую и сейчас будем с вами делать шоколадную глазури берем плитку у меня молочный шоколад 90 грамм и ломаем ее на маленькие долечки ставим ее сейчас на медленный огонь и растапливаем до жидкого состояния добавляем одну столовую ложку растительного масла без запаха все это активно перемешиваем не знаю чего делается нынче шоколад шоколад россия во первых как-то тупится непонятно с него вышло какой-то типа белая то ли масло то ли чё попытаемся все таки это все дело растворить не хочу сказать что я там какой-то дешевый взял шоколад он стоит от немало это плитка 90 грамм кстати недавно делать шоколад вне торт маминой убилей феррорарше как-то там клад был нормальный я хорошо все залить учетом за меня как-то не очень вроде вот я более-менее его растворил теперь берем наш торт попытаемся его залить был у меня старый хороший добрый цвет как делается шоколад из какао порошка и масло похоже надо будет доставать старые рецепты на вооружение теперь берем грецкий грех и посыпаем на еще горячий шоколад ну вот друзья вы видите наш продукт made in alex получился у меня такой красавец торт по поводу веса традиционно 3 килограмма как ни крути у меня получается большие торты пахнет очень ароматная я думаю и по вкусу нисколько не уступит своему запаху и как всегда друзья по традиции на пасашок небольшой анекдот кстати про торт муж приходит кондитеру и заказывает торт на день рождения своей жены кондитер спрашивает какую надпись будем делать на торте значит так напишем сверху ты не стареешь а внизу напишем с годами ты только лучше все торт заказом гости приходят на день рождения все садятся кушать пьют комбинационный момент выносят красивый большой торт открывает коробку и читает сверху ты не стареешь а снизу с годами становишься лучше приятное пожелание приятное исполнение приятный торт крепкого здоровья большого человеческого счастья любви внимание близких и ваших родственников главное чтобы было не верно небо над головой что было в мире все спокойно и тихо чтобы мы дружили всеми народами и приезжали друг другу в гости друзья я вас всех люблю я очень признателен вам за то чтобы смотрите наш канал чтобы поддерживать и наши начинания я очень благодарен тем зрители нашего канала которые постоянно пишут комментарии дают отзывы о нашей работе это все очень симулирует это дает тебе эмоциональный психологический подъем что то что ты делаешь свободно от работы время а это отнимает продолжительное время и усилие что-то не проходит зря и даром что кому-то твой труд который ты вкладываешь свою под эту работу блогерскую он приносит удовольствие и радость на этом друзья я еще раз подравляю с нас на пающем новом года вам всех благ с вами был алекс до свидания друзья